Здравы будьте все! Сегодня мы будем разбирать миф, который называется Велес и Дива. Продолжать разбирать мифы из книги Калиты. Этот миф повисует о развитии событий вокруг жены Перуна, Диви Додоли, дочки Дия. И начало этой истории мы рассматривали несколько мифов назад, когда я еще говорила, что будет продолжение. Конечно же, через мифы, через сказки наши предки, наши пращуры, жрецы пытались сохранить для нас наше родное мировоззрение, передать законы мироздания и наставить на путь праве. Итак, начнем. Скоро сказка сказывается, но не скоро дело делается. Говорил Перун Диве Грозной, «Собираюсь я в чисто полюшко, отправляюсь на край света белого, к хвангурским черным горам биться силушкой Кащея. Оседлал коня Борю Грозную, брал он стрелы свои золоченые, брал свою булатную палицу. Провожала Перуна Дива, провожала его и спрашивала, «Эй же ты, Перун, сын Сворожич, ты когда вернешься обратно?» И ответ держал Громовержец. «Как всколышется море синее, и всплывет на морешке камень, и на камне куст расцветет, запоет на нем соловей, так вернусь я в светлый Ирий». «Еще сказал Громовержец, «Жди меня ты, Дива Перуница, ровно шесть веков. Если я не вернусь, чисто полюшко, выходи тогда, Дива, замуж. Выходи за любого Дива. Не иди только за велеса буйного», говорила Дива Додолушка. Как одно было солнце красное, а теперь оно закатилось, и остался лишь светлый месяц. «Был один Перун, сын сворожий, и уехал он в чисто поле. И ждала Перуна Додолушка долгих шесть веков. Не вернулся Перун с чисто полюшко, море синее не всколыхнулось, и не всплыл на морюшке камень, не расцвел на камне куст, не запел на нем соловей. День идет за днем, будто дождь дождит, за неделю-неделя травой растет, год за годом рекой утечет. Стал сворог тогда к Диве похаживать, стал он Дивушку подговаривать. «Что тебе же, Дива, молодой вдовой? Ты пойди-ка замуж, Перуница, хоть зарамну Велеса, сына Ра», говорила Дива Додолушка. «Я отвергла Велеса, сына Даны, и отвергла сына Сварожича, и отвергну я также сына Мелфы, равну Велеса, сына Сурьи. Я исполнила мужню заповедь, а теперь исполню свою, подожду его еще шесть веков. И опять день за днем, будто дождь дождит. За неделю-неделя травой растет, год за годом рекой течет. Вот еще прошло ровно шесть веков. Не пришел Перун с чистополюшка, море синее не всколыхнулось, не поднялся камень горючий, не расцвел на камне куст, не запел на нем соловей. А в ту пору приехал к Диве Велес, сын коровы Мелфы, и принес нерадостную весть, будто не вернется Перун. Поднимался я в небо звездочкой, в синем морюшке плавал щукаю. Не нашел Перуна Сварожича. Лишь когда цветком обернулся, отыскал его в чистом полюшке. Видел я Перуна Сварожича, обернулся он в дуб зеленый, рядом с ним качалась рябинушка, то русалка-русь, моя доченька. Не поверила Дива Деевна. Я двенадцать веков жду Перуна, подожду еще он вернется, и всколышется море синее, и всплывет на морюшке камень, расцветет на камне цветок, запоет на нем соловей. Говорил тут Велес Перунице. Ты все ждешь Перуна Сварожича? На он хранит ли тебе верность? Тарх дашь бог, чей сын, не его ли? Или считать дашь бога Сварожичем, если камень роси обтесал Сварог? И еще сказал Велесуревич, у Перуна Сварожича деток, словно звездочек в небе. От его объятий молний затруднило немало Дев. Он родил Тенгри и Таргелия, и Трояна, и Таргитая, и Тараниса, Трайтаону, также Тора и Таранжелоса, и Тархетия, и Тарку. Возможно, здесь речь идет о рождении воинов из отряда Перунова, воинов света. На эту мысль меня наводит следующее имя, упоминаемое Велесом, Трайтаона, или Фаэтон. Некогда, по легенде, была такая планета Фаэтон, или Трайтаона, в зороастрийском варианте, чья орбита пролегала между, если я не ошибаюсь, между планетами Сатурна и Юпитера. Когда произошла Великая Аса, битва темных и светлых сил в нашей Солнечной системе, то дух Фаэтона, Трайтаона, восстал первым и не выстоял. Он понадеялся на себя и думал, что он справится. И его физическое тело было разбито, из-за чего сейчас существует пояс астероидов, который продолжает вращаться по этой орбите между этими двумя планетами. Но в любом случае, Трайтаона, Фаэтон, это был воин света, восставший первый против тьмы. Поэтому, я думаю, здесь речь идет о рождении, возможно, неких звезд, планет. Здесь можно только догадываться. Принадлежащих воинству Перуна, светлому воинству. Рассертилась Дива Перуница и сверкнула молния в тучах, раскатился по нему гром. Конечно же, Перун не мог родить сынов света, воинов света от Дивы Додолы, поскольку она являлась дочкой Дия. И из прошлого мифа мы помним, что от Дивы Додолы у него родилась дочь, которая первая жива стала на отца и пошла войною на Ирий. Поэтому, естественно, Перун не мог родить от нее воинов света. И вскочила Дива Додолушка да на бурю коня черногривого. Я тебя, Вели Сурич, коровий сын, растопчу за дерзкие речи. И ударил конь Дивы копытом, где стоял перед Дивою Велес. Там, где он ударил копытом, во земле явился провал, и заполнился он водою, непростою водою святою. Так в лесах появилось озеро, что прозвалося Светлояр. Тут цветочком белым ландышем обернулся Велес, сын Суревич. Встал у озера Светлоярого под кустом колючим терногом. Изумилась Дива ландышу, и пошла она в Светлояров лес, и сорвала в лесу тот цветочек. Изучала Дива Додолушка от того цветочечка ландыша. Набухают весной почки, а потом цветы расцветают, а затем созревают плод. И пришла пора, и родился в лесах тех светлых ярилок. Солнца внук, сын Дивы и Велеса. А в ту пору Перун был в святых горах. Стал тут конь под ним спотыкаться, говорил Перун, сын Сварожич. Что ж ты, конь, идешь спотыкаешься? Провещал тогда громоверцу конь. Ай же ты, Перун, громовержец, над собой невзгоды не ведаешь, что Додола Перуница замуж пошла до забога Велеса Сурича. Третий год уж Велес перует во небесном саде Ирийском. Удивился Ричи Сварожич. Я двенадцать лет был в святых горах, бился с войском Кощея Виевича. А Додола меня не дождалась, вышла замуж за Велеса Сурича. Отвечал Перуну могучий конь. Здесь в святых горах не по-нашему год пройдет, а в Ирии сотни лет. Здесь тоже интересный момент мифа, который касается скорости течения времени. Если тут сравнивать, получается, что в Ирии, в святом месте, время течет гораздо быстрее, чем в тех местах, где Перун сражался с Кощеем. А как вы хотели? Коль сражаешься с Кощеем, вместе с Кощеевым, то и время в том царстве течет медленнее, чем в светлом Ирии. В общем, чем ближе к тьме или чем ближе, может быть, к земному миру, тем больше инерции, тем течение времени замедляется. Бил коня Перун плеткой шелковой. Стал тут конь Перуна поскакивать. С гор на горы он перескакивал. Перескакивал реки широкие, а долинушки промеж ног пускал. Не орел летел из-за морюшка, то Перун прилетел в Ирийский сад. И встречал Перуна отец сварок. Говорил Перуну сварок. Долго ждала тебя, Додола. Лишь немного не дождалась. Передал нам Велес нерадостную весть, будто ты уже не вернешься. Сколыхнулась тут море синее, и поднялся в морешке камень, и расцвел на камне кусток, и запел на нем соловей, и увидела это диво. Оттолкнула она буйно Велеса и сказала такое слово. «Ой, живы сварок с Ладой матушкой! Не тот муж, что возле меня сидит, а тот муж, что встал на пороге. То Перун громовержец, сварога сын, ты прости уж меня за такую вину, что пошла я за Велеса буйного!» Говорил Перун громовержец. «Не тому я дивлюсь, что ты замуж пошла, дивлюсь я сварогу и Ладе, что жену у мужа просватали». И сказал сварог, «Видно, рот судил, видно, так завязано макушью». Говорил тот Велес Перуну, «Ты прости уж меня за такую вину, что женился я на Додоле!» И ответил ему громовержец, «То вину, что на диве женился, рот тебе прости, да и я прощу. Не прощу я тебе другое, то, что ты сказал, будто я не вернусь к диве Додолушке, что Додолушка дива плакала, и слезила очушки ясные. Вот за это вину не прощу тебя». И схватил он Велеса Сурича и бросал его до Исварги, из небесного сада Ирия, да на ту гору Сорочинскую. И тут Велесу с дивой славу поют, прославляют и громовержеца, и ярилушку внука солнца». Этим интересным мифом заканчивается веда Перуна, связанная со знаком Скорпиона. Но перед тем, как рассмотреть этот интересный миф в целом, в какой, на мой взгляд, туда вложен смысл, я хочу сказать отдельно несколько слов о нашей родословной. Откуда стало быть, или от кого, вернее, стало быть, пошли мы, славяне Арии. В этом мифе как раз об этом немножко рассказано. «Дед наш, солнце Дождьбог, сын русалки Роси и Перуна». Миф о рождении Дождьбога мы будем разбирать позже. Но вот здесь как раз говорится, что Роси — это дочь Велеса. Русалия Роси — это дочь Велеса. Стало быть, и Перун, и Велес — наши первопредки, потому что они соединились в своем потомке Дождьбоге. Итак, наши души соединяют в себе материю Зимун и правь Перунову, законы, мудрость Велеса, которая является хранителем нашего родового древа, и боевую мощь Перуна, стоящего за правду и защищающего свою святую землю. И нет в нас примеси Деевой, как некоторые хотят нам навязать. Он только пользуется нашим незнанием, некоторым, которых содержится в наших душах, и то временно. В принципе, в этом мифе говорится о том, какие ориентиры мы должны брать, руководствуются чем в нашей жизни. А теперь, чтобы понять мудрость этого мифа глубже, скажу еще раз, кто такой Велес. Перун, ну и Дива, Додола. Велес, конечно, Бог разносторонний. И наши пращуры сделали его ответственным за многие вещи. Но не будем об этом сейчас. Кому это интересно, тот может расширить свои знания конкретно по этому вопросу самостоятельно. Если опираться исключительно о мифологии и символизм, то становится понятным, что Велес — это прежде всего соборный, коллективный образ души человеческой. По зоороастрийской традиции Велес или Рамна являлся хранителем нашего родового древа, первопредком, который воплощал в себе многие качества русской души. Батюшка Велес — наиболее близкий нам из родных богов. Через его мифологические приключения наши предки, жрецы, пращуры описывали путь души человеческой на самом деле в мире яви. Как она проходит через разные стороны бытия и учится. Как она учится на плохом и на хорошем опыте. Перунжи Сварожич Воплощение правды, законов в праве. Именно такой силой он защищает миры прави и яви от темных существ. Дива Додола, дочь Дия, Перуница — сила грозная, сила ярости. Думаю, именно поэтому на ней женился иными словами, овладел, чтобы сдержать именно Перун, ибо только его сила солнечная, сила праведного гнева могла сдержать и покорить себе силу и направить эту силу, эту силу безвекторной ярости Дивы. Итак, почему же Перун, разговаривая со своей женой Дивой перед своим отъездом, в случае своего невозвращения к ней, разрешает ей выйти снова замуж за кого угодно, но только не за Велеса. Думается мне, что дело тут не в их ссоре. Перун знает, и вот что он знает, что в случае соединения первопредка людей Велеса с дочкой Дия, сам Дия может получить еще один крючок, чтобы держать душу человеческую земной тягой. Ну, то есть возвращать ее в круг к перевоплощении. И Бады, и есть ага земная, сила инерции материи, приводящая к тому, что при неправильном понимании подходе человек начинает забывать свою истинную духовную суть, когда голос Духа в человеке засыпает, и он начинает жить без совести, без чести, только телесными страстями, не одухотворяя материю. В принципе, что мы и должны здесь делать в материальном мире. И Перун знает это. Однако, как сказал Сварог, видно, так было положено родом и завязано Макошью, богиней, плетущей судьбу не только людям, но и богам. И, вопреки запрету Перуна, Велес соединяется с Додолой. Что же это за цепь очередная, что за крючок, да и я еще один, о котором рассказывают миф. У Велеса и Додолы рождается сын Ярила, Ярый. То есть, по моему разумению, речь идет о рождении такой энергии, как страсть земная. Это сила оплодотворяющей страсти, которая с одной стороны позволяет приводить на землю и воплощать новые души, продлять свой род, если говорить конкретно о людях. А с другой стороны, страсть иногда затмевает человеку разум. В этом случае служит ловушкой Дия, зацикливая на предмете страсти. Из-за чего можно даже не удивляться, что это может служить поводом некоторым душам, чтобы приходить в новый круг воплощения, чтобы пройти этот урок. Это же подтверждает то, что веды Перуна по книге Каляды относятся к эпохе скорпиона, то есть раскрывают суть вопросов, относящихся к мистерии знака скорпиона, в частности природе сексуальных отношений страсти. Что же такое страсть? По мифу же, по вот этому мифу, который мы только что читали, получается, что сама страсть, такое явление, вот эта сама энергия, рожденная соединением Велеса и Перуницы, содержит в себе силу ярости или Яре Деевой, но и солнечную энергию и необходима для жизни в мире Яве. Она же может стать источником искушения, потому что здесь примесь Дея присутствует. Родив сына Ярилу, страсть оплодотворяющую, Велеса вновь изгонят из Ирия, и далее мы будем изучать веды Велеса, в которых рассказывается об уроках, которые пришлось пройти Велесу, то есть душе человеческой в мире Яве. И эти уроки касались вопросов именно любви и взаимоотношений. Ну что ж, для того, чтобы понять истинную природу страсти, которой поддался Велес, нужно было пройти уроки в мире земном и понять, разделить, что вечно, любовь или страсть, для чего она нужна, чтобы вновь вернуться в Ирии. Хочу напомнить, что в первый раз Велес был изгнан из Ирия с ворогом за то, что он хвастал перед ним своим материальным богатством красотой жены. Тогда ему тоже пришлось стать лунным зайцем, пройти уроки, чтобы понять, что же вечно на самом деле, а что приходящее и нужно лишь для жизни земной и временной. Ярила же, оплодотворяющая сила страсти, представляется мне силой огня земли, то есть огонь земли, несущий продолжение жизни именно в мире яви, через зачатие и созревание плодов. Эта сила несет и оздоровление, поскольку Матушка Земля, она дает силу телу и здоровью. Ну, естественно, эта сила не существует в мире внефизическом. Я думаю, что на самом деле важно все, на каждом этапе развития и познания нашей души. Просто не нужно забывать о совести и чести, о том, что мы прежде всего существа духовные. А Матушка же Земля, слава ей, позволяет развиваться в мире яви и стать в дальнейшем теме, кем мы стать должны по праву своего рождения. Здесь еще маленькое дополнение. В мифе также говорится, упоминается о том, что нашими предками вполне допускалось выйти второй раз замуж в случае гибели или измены мужа, а не жить молодой вдовой, как говорил сварок Дивида Доли. Этим мифом заканчивается Веда Перуна и далее мы перейдем к приключениям Велеса в мире яви. Благодарю всех за внимание. Продолжение следует...